Вот так теперь выглядит улица Таллинска. Здесь решили давнюю проблему. Наконец появился качественный асфальт. Это проект администрации города, сочинских единороссов и жителей ЛАО. Дорогу перестелили совместными усилиями. Люди даже улицу не узнали, которые приехали отдыхать, потеряли улицу. Все время приезжали, пока не пили грязи, а тут, пожалуйста, дорога готова. Не узнают сочинцы, гости курорта и морскую набережную. У этой территории появился новый арендатор и многое изменилось. Чисто, красиво, удобно. Пляж уже стал шире на 10 метров. Сюда завезли более 12 тысяч кубов гальки и эти работы продолжатся. А совсем скоро в жизнь воплотят и проект по берегоукреплению, чтобы пляж больше не размывало. Какие еще вопросы нужно решить, обсуждали на сходе жителей ЛАО. На встречу с мэром Анатолием Пахомовым пришли активисты, неравнодушные к проблемам поселка. Одна из них, но уже решенная на 80%, это канализация. После многочисленных рейдов и вынужденных отключений абонентов проблема начала решаться. Жители годами, сливающие отходы на рельеф или в ливневке, устанавливают лосы или подключаются к центральной канализации. Кстати, за последнее время усилиями городских властей здесь проложили 8 километров новых сетей и построили 17 насосных станций. Сегодня все это решено, море чистое. Думаю, что каждый из жителей сегодня в душе, который заплатил свои деньги за канализование, в душе даже рад тому, что произошло. И думают, я внес свою лепту, вот сам бы этого не сделал, смотивировали, заставили. Сегодня решение хорошее, зато ходим сами в море купаемся. Освещение на нескольких улицах, детские площадки, ремонт учреждений культуры – все это уже сделано в ЛАО только за последние полтора года. Впереди строительство парковки на 150 мест в районе ЖД вокзала, травмпункта на базе скорой помощи и такого долгожданного детского сада. Затронули тоже проблему с детским садом. Уже идет разговор об этом воздухе два года и витает. Наконец-то, если ее решат, потому что молодого населения очень много. Мамы появляются, дети рождаются, жизнь идет вперед. Администрация города планирует начать строительство уже этим летом. Решится и вопрос пробок в поселке. Так, на улице Лазарева совсем скоро федеральные дорожники начнут строить надземный пешеходный переход. Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова